Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 апреля, я продолжаю высаживать томаты в теплицу. Эти томаты самого первого раннего посева для получения раннего урожая. Именно ограниченное количество, это еще у меня не массовые посадки. Вот смотрите, вчера я показывала самый быстрый способ, как высадить. Это вот, кто смотрел, что уже заранее были заправлены лунки, удобрена земля, вкопаны банки. Я банки убирала и вот эти вот формочки из стакана, вот эти земляной ком туда вставляла. Все. Я буквально за 15 минут вот половину этого ряда высадила. Но у меня было приготовлено так немного. И вот хотя у меня спрашивали, зачем заранее готовили тот же самый труд, я очень пожалела, что не сделала так целую линию, что не сделала вот так под настенек. Сейчас бы у меня было уже все высажено, а то сижу сейчас, копаюсь, надо землю добавлять, надо все это перемешать, все. Ну короче, сейчас я вам показываю второй способ, который очень простой, наш традиционный, но он не очень быстрый. Это все долго, потому что сюда входит и вот это копание луночек, и повышение плодородия земли тут же сразу. Сейчас я все постепенно расскажу. Вот смотрите, сначала вот у меня был ряд нетронутый, была просто земля. Ну вот такая вот. Вот просто земля, немного перегнуем, осенью удобрена, больше ничего не было. Она была заранее просто вскапана, вскопана, ничего в ней не было. Теперь я наметила лунки. Когда у меня первый ряд уже высажен, я уже не меряю сантиметром, а просто относительно их в промежутках, как бы в шахматном порядке выстраиваю вот эти лунки. Видите, у меня вот там был саженец и там. Теперь у меня лунка как раз между ними, чтобы солнечные лучи между тех двух лунок проникали и сюда. Выкапываю лунку, я потом вам выключу камеру и покажу прям, как я буду закапывать. Я сейчас просто расскажу теоретически. Выкапываю лунку, немножко ее как разрыхливаю, добавляю туда сразу же перегноя животного происхождения. У меня спрашивают, какое я перегной использую, но в основном, конечно, животного происхождения, потому что его можно купить в машину и добавлять во все лунки, во весь огород. А растительного происхождения перегной, то есть из компостной кучи, из своей, у меня он будет, но там куча еще вся замерзшая, и у меня его, конечно, меньше. Всегда использую весной животного происхождения. Добавляю в лунку примерно, ну сколько, наверное, килограмма два. И добавляю обязательно везде, чтобы освежить грунт, вот такой черной полевой дерновой земли, вот про которую я говорила. Вот именно он еще не тронутый огородником, никто на нем ничего не садил на этом грунте. Это вот истинно такая земля полноценная, которая не истощена, и в паре с перегноем дает прекрасный результат. Потому что у нас земля, у нас, видите, я всегда говорю, не отличается от дороги. У нас бедный песчаный грунт, город стоит на берегу реки, и везде у нас одни пески. Приходится удобрять. Так, все это я когда добавила, вот я сюда уже добавила, я потом все-все перемешиваю. Если нужно кому, добавляют кто минеральные удобрения, кто добавляет, например, золую и рыбную муку, мясокосную муку. Но я сейчас говорю не о добавках, я говорю о способе высадки. Когда лунка уже готова, мне останется только, я вот сейчас поставлю на штатив и покажу вам, как я это, ну, сажу. Вот они уже готовые. Они кажутся вроде бы небольшие, вот эти сеянцы рассада, но у них уже, видите, вот она, вот она, цветочная кисточка. И сейчас только они примутся, ну, как распустят свою корневую систему, они сразу в скорости начнут цвести. Мне нравится вот этот способ тем, именно вот из стаканов в лунке, тем, что полив сразу не обязателен. Вот у меня политы эти стаканчики, видите, земляной ком немножко как влажноватый. И я могу сейчас весь ряд засадить, не поливая. Полить могу или потом вечером, или завтра утром, потому что вот сейчас у меня идет дождь на улице, конечно, не очень хочется с лейкой бегать за водой, в огороде еще нет воды, приходится подниматься домой, у нас дом, там много ступенек наверх надо ползти, и поэтому я сейчас, пока идет дождь, я поливать не буду. Вот эти стаканчики воткну туда, засыплю, вот так вот уплотню. Этого достаточно, потому что корни, вы сами понимаете, сегодня они еще не расползутся по новому грунту. Сейчас покажу, как закапываю. Ну вот это вот, я уже говорю, самый простой такой, как можно назвать его, традиционный или классический способ. Ну, конечно, он трудоемкий, потому что вот это и рытье канавы, и надо же там все перемешать, вот этот вот перегной, вот эту черную землю. Но без этого, как говорится, без труда не вынешь рыбку из пруда. Если просто я буду высаживать вот в то, что у нас есть, видите, какое различие. У нас грунт бедный, и такого урожая я не получу. Вот стараюсь, работаю, вбиваю, все разминаю руками. Все, сейчас конец еще покажу вам. Если говорить о самом закапывании, конечно, ничего сложного здесь нет. Просто я немного, небольшое количество грунта убираю в ведерко, чтобы можно было удобно там сделать такую выемку. Все, вынимаю вот их. Заглубляю. Ставлю стаканчик, присыпаю. Также второй сенец. Сама посадка идет быстро, хорошо. Самое главное, вот эта подготовка. Добавление перегноя, добавление чернозема, все это перемешивание, вообще идет, конечно, очень быстро. Я вот, ой, показываю вам. Одну, вторую, третью уже насадила. Вот иду, сразу две-три лунки. Намешаю, намешаю, земли перегною, все разрываю. Потом их разголышу, вытащу из стаканчиков все в ряд. Иду одну, другую, одну, другую, одну, другую. Я еще тороплюсь, потому что, что сегодня четверг, у меня осталась только пятница, суббота, воскресенье вообще-то Пасха. Конечно, не буду работать. Еще в воскресенье меня ждет цирк с конями. Ну, в прямом смысле этого слова. Просто к нам приехал цирк с конями. И я внука поведу на этот цирк с конями. И, конечно, и Пасха, и цирк с конями работать вообще невозможно будет в этот день. И мне надо высадить вот все до субботы. Все, а в субботу уборка, Пасха, цирк с конями. Вот этот способ, самый распространенный, самый простой. Делаем углубление. А, я забыла, подождите же, цирк с конями. Эту оставшуюся землю, которую вечно я убирала, я под конец вот так подцепаю. И сейчас не буду поливать, пока не посажу все. Стаканчики у меня влажные. Весь ряд высажу. Потом все полью. Полью очень обильно. Влагозарядка должна быть такая хорошая, чтобы потом я уже целую неделю к ним подходить больше не буду. Все, посажу, перекрещу, уйду. Все, до свидания.